Красноярцы жалуются на нехватку детских врачей. По их словам, в больницах очереди, а на дом педиатров ждут по несколько дней. Куда и почему бегут детские врачи из поликлиник, расскажет Мария Терехина. Для нас визит к педиатру это больше, не знаю, игра в рулетку, скорее всего. Трехмесячная Лиза еще не говорит и не ходит, но уже оказалась втянута во взрослые проблемы. Мама малышки рассказывает, визит к участковому педиатру для них испытание. Каждый месяц новое лицо, уверяют, в поликлинике номер два на Матросова. Уже несколько лет нет постоянного детского врача. Просто работать некому. Заведующая говорит, что все в порядке на самом деле. А медсестра просто в такой общей беседе сказала, что зарплата не совсем позволяет находить таких врачей, которые бы согласны были работать в государственных поликлиниках просто с ребятишками. В социальных сетях родители из разных районов города делятся друг с другом адресами поликлиник, где нужные специалисты – дефицит. Мы прикреплены к поликлинике в Академгородке, где на нашем участке нет педиатра, потому что просто нет кадров. На осмотр к ребенку приезжал заведующий. Сказал, что все педиатры ушли в коммерцию. На нашем участке в поликлинике на Урванцево тоже нет педиатра. Сегодня ребенку три недели, а медсестра так и не приходила. На Яковлево в поликлинике такая же беда. Там уже полгода нет педиатра на участке. Ходим только, чтобы рост, вес измерять. А так каждый раз новое лицо. Я счастлива, что работаю здесь, что я ушла от этой кабалы. Елена Викторовна сейчас детский врач в частной клинике, а до этого 11 лет проработала педиатром в государственной. Говорит, теперь точно туда не вернется. Мало того, что там нагрузка больше, зарплата раза в два меньше, так еще и пациенты хамят. Такое ощущение, что если врач работает в бесплатной поликлинике, он никто. Он мне просто обязан. Знаете, очень неприятно, когда обслуживаешь вызова, приходишь на вызов, допустим, к ребенку. Папа ходит в трусах и считает, что это нормально. Ну а как? А что? Я же у себя дома. Сегодня средний возраст врачей в государственных поликлиниках – это 50 лет. Молодые редко идут работать, непрестижно. Сами главврачи признаются, выкручиваются как могут. Если говорить о наличии свободных мест, то они есть во всех поликлиниках. И понятно, что если сегодня приходит врач-педиатр в нашу поликлинику, значит, он уходит с какого-то другого медицинского учреждения. Все эти вакансии, естественно, сегодня закрыты врачами-совместителями за счет наших внутренних ресурсов. Однако мамочки уверены, из-за такого замещения только ухудшается качество медицинских услуг. А ходить по платным врачам не все могут себе позволить. В среднем одна консультация стоит полторы тысячи рублей. Минздраве же рассказывают, они работают с центром занятости со студентами и стараются привлечь новые кадры. Так что красноярским родителям остается только ждать. Или, как принято сейчас говорить, надо еще немного потерпеть. Мария Терехина, Владимир Фетисов и Евгений Шестаков. 7 канал.